Отца Андрея Ткачева услышим его слово, где видео номер 12, где батюшка говорит про пандемию и как поменялись ли люди с ней или нет. Допустим, видео номер 12. Как я уже сказала, мы подводим итоги уходящего телесезона и в первых строках вот о чем хотелось бы поговорить. Мне казалось, в прошлом году, мы, конечно, по себе очень часто судим, а это бывает неверно совсем, что в тот момент, когда человечество столкнулось с такой серьезной проблемой, неизвестно еще где корни этой проблемы, я думаю, что нам предстоит еще разобраться с тем, что мы все переживаем, люди как-то должны были одуматься, переосмыслить что-то, ну и по крайней мере попытаться разобраться самими собой. И это, с моей точки зрения, должно было людей побудить все-таки обратиться к Богу, ну и в храм прийти частично. Может быть не все, но кто-то должен был бы прийти. А тут не случилось. Это нас как-то, наверное, не с самой лучшей точки характеризует. Понимаете, общее направление, общий тренд, как говорится, последних нескольких столетий, это такой махровый атеизм и такое богоборческое состояние общества и ума отдельного человека. Это касается всех, в том числе искренне верующих людей. Не может их не цеплять. Если, например, в чумное время в Европе постоянно звонили колокола, людей звали к покаянию, то есть понимали, что там как бы, значит, когда трупы лежат на улицах, а там реальные трупы лежали на улицах, там погребающих, не хватало людей, копающих могилы. Вот, и вся Европа, когда взбудораженная там, значит, черной смертью, там действительно можно было ожидать массового покаяния. Это тогда и появлялись там разные флагелланты, которые ходили там с покаянными псалмами из города в город, там бичевали себя, там крестные ходы, там всякие такие, там какие-то такие религиозные напряжения, религиозно напряженная жизнь могла быть. То сейчас нет. Сейчас, как говорил Амросий и Оптинский, если на одном конце деревни будут вешать, на другом конце деревни грешить не перестанут, скажут, до нас еще не скоро дойдет. Поэтому сильно изменено сознание человека назад от средневекового. То есть мы стали хуже, чем средневековый человек. Мы далеко не все связываем с Богом. То есть мы, например, не воспринимаем погоду, например, как руку Божию. Вот, вот, залило там пол Германии, допустим, там, да, то есть там, как бы, как карточные домики, подкладывались дома. Ордунг куда-то исчез, там, поутопали, там, значит, такие сотни людей, тысячи пропали без вести, как бы, значит. Но никто же не воспринимает это как такой маленький всемирный потоп. Но причем это же система не только Германия. Германия, Франция, Россия, Краснодарский. Швейцария, Нидерланды, Россия, да. То есть никто нигде это не воспринимает как кару Божию, как бы. И стыдно было бы даже, наверное, кому-то чиновнику или МЧСнику, там, или кому-нибудь там начальнику штаба чрезвычайного, да, вдруг сказать, например, там, ну, посетил Господь, как бы, видимо, мы прогневали чем-то Бога. Никто не воспринимает, например, перемены погодные, как бы, как руку Божию. Никто. Вот. И верующие люди тоже, значит, я думаю, не в массе, не в общей массе, значит, так, значит, воспринимают все как действие Бога на человека. Так же и болезни, значит, такой. Хотя там у Иезекииля пишется, значит, там у Иеремии пишется, что если я захочу вас наказать, у меня для вас есть голод, мор, нашествие на племенников, там, значит, ну, и там еще некоторые вещи, там, возможно, там какое-то нашествие, там саранчи, там еще какой-то беды. Вот. Короче, ты будешь работать, а съедят твои заработки на твоих глазах другие, например. То есть никто этого не вспоминает как наказание. Если библейский взгляд на мир предполагает, вот, сквозь призму библейского откровения, смотреть на происходящее, то у нас это все списывается, значит, на экономику, на, так сказать, метеорологию, там, значит, на случай, как бы, на заговор, там, на косяки, там, в тайных военных лабораториях, там, ну, то есть на что хочешь, как бы, но не на Господа. Господь – это фигура умолчания. То есть мы блудливо-стыдливы, как бы, значит, в отношении Господа Бога, значит, и молчим о нем, хотя он продолжает действовать в мире, как бы, значит, кого-то отправляет, забирает к себе, кого-то отправляет в другую сторону, кого-то, там, пугает, там, кого-то проверяет на прочность, как бы, но оно, в целом, как бы, настроение ума современного человека, оно такое, такое плоскостное, да, и ничего хорошего я от этого не вижу. Хотелось бы вас спросить, с вашей точки зрения, является ли это признаком наступления последних времен, но я думаю, что, наверное, лишний вопрос. Да нет, не лишний, как бы, последние времена, конечно, связаны ведь не с электроникой, как бы, а с эрозией человеческой глубины. В человеке, когда человеке происходит внутреннее обмельчание, вот, и вот эти три шестерки, да, вот эти пресловутые по толкованию блаженного Августина, это ведь шесть, это, если брать семидневный акт творения, включая субботу, день покоя, то шесть – это как раз число, обозначающее полностью сотворенный мир, но неблагословленный еще. То есть мир, в котором все есть, но нет Божьего благословения. И когда человеку нужно все – это шесть, а когда ему нужно все плюс благословения – это семь. Так вот, человеку не нужно благословения сегодня, ну, среднему некому обывателю, ему нужно все без благословений. Вот, и вот, когда это троекратно повторено, например, там, умом, устами, сердцем, например, там, шесть, 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 в голове шесть, на устах шесть, и в сердце шесть, как бы, вот тебе и три шестерки, собственно. Это умонастроение. Так Блаженный Августин объясняет эту тайну. Здесь ничего не связано с электроникой, с какими-то штрих-кодами. Это все вторично, оно потом само собой придет. То есть человек мельчает, тупеет, деградирует, дегуманизируется. Это вполне совпадает с идеей трансгуманизма. То есть он становится каким-то таким агрессивным идиотом. Он хочет поменять пол, он хочет залезть на небо, он хочет залезть в тайну генома, он хочет рукотворно в пробирках зачинать детей. Он что-то осатанел человек и при этом обмельчал. То есть он такой мелкий осатаневший человечек с умножившимися технологическими способностями. Это, конечно, апокалиптическая картина, именно эта апокалиптическая картина. Тец Артемий, мы вернулись из плавания и путешествия. Вы нас видите, слышите? Отец Артемий, вы нас видите, слышите? Отец Артемий, да-да. Отец Артемий, я вас вновь приветствую. Ой, слышно, видно? Прием. Прием, прием. Слышу. Капитан корабля, отец Артемий Владимиров с нами на связи вновь. Мы разбирались с проблемами с интернетом, пока видео у нас было, и отец Андрей Ткачев был подключен. Ну, по поводу Шукшиной, вот вы прям как только ролик закончился, вы пропали. Ага. И ничего не было слышно? Ничего не было слышно. Вот все уже, после этого вы пропали. Ну, еще раз повторим, что мы живем в самой свободной в мире стране, где каждый имеет право придерживаться определенной точки зрения, высказывать ее публично. Лишь бы не нарушал законов Российской Федерации. Мария Шукшину мы с вами выслушали. Помним еще и ролики, отчеты о поездке в Среднеуральский монастырь, с кафедры которого бывший Игумен предлагал Владимиру Владимировичу Путину в три дня сдать ему, Сергею Романову, президентскую власть. Так что он, Сергей Романов, наведет порядок на азиатской, а потом и европейской части России. Ну, что же не хочет вакцинировать ее конституционное право? Не правда ли, дай бог, на здоровье ей и детям, но выводы, которые мы слышим из уст знаменитой артистки, конечно, весьма категоричны. И согласиться с ними без всякой критики со стороны оппонента очень трудно. И еще раз мы можем подтвердить главный тезис нашей, Что опасно уклоняться в край, опасно увлекаться и увлекаться. Кто чем увлекается, тот тем, кто чем искушается, тот тем и увлекается. В наше время, когда ситуация, слава богу, потихонечку стабилизируется, Однако речь идет не о чем-нибудь, а о здоровье, о кончине людей, Все-таки я предпочел бы, чтобы и мы, и мы, священнослужители, действовали в пределах своей компетенции. Да ведь назначение Матери Церкви возвышать свой голос и освещать любую ситуацию, явление, событий с нравственной точки зрения. Вот как раз в первых роликах Сафона мы слышали общие, совершенно верные слова о том, Что христианин должен избирать добрые средства для благой цели. И хранить себя от бел тьмы. Сегодня в современной генной инженерии и какой-нибудь науке, связанной с микробиологией, Очень много моментов, когда ученые готовы во имя ученого поиска Отринуть все заслоны, поставляемые совестью и библейской мрадственностью. Нам нужно оставаться на кроугольном камне заповедей божьих, Не убей, в том числе, и, конечно, не пренебрегая современной медициной И героическими усилиями врачей помочь нам сохранить здоровье, Дополать на Господа, на божественную благодать, И не забывать, что главное вакцинирование – это наш живой союз С воскресшим Христом перестанется в церкви. Затем можно подумать и о земных палеотивах и прививках. Тец Артемий, вот мы сейчас слышали и мнение отца Андрея Ткачева. Вот вы видите приметы последнего времени? Можем ли мы разглядеть, и должны ли мы вообще на них обращать внимание? Слепой не увидит примет предпоследнего времени. Вы видите, как природа, земля, уставшая носить на себе социальные группы, Провозглашающие новую нормальность, новую этику. Видите страны, где смешанные браки защищаются законодательно, где узаконяются беззакония, где Содон и Гамора теперь введены в легальное, легализованное пространство. Видите, как вспучиваются реки, как нисходит огонь, как трясется земля, как пожигает землю аномальная жара или выпадает снег там, где его никто не видел. Вот эти катаклизмы, это беспорядочные, на первый взгляд, действия стихии, действительно говорит о том, что игнорирование христианской нравственности, война с биологическим видом человека, открытая проповедь разврата и растления, неминуемыми последствиями будет иметь предвозвещенные Евангелия, моры по местам, землетрясения, и все это начало, войны, конфликты локальные, и все это начало болезни. Вот почему так важно, по крайней мере, в христианских странах, здесь, в России, нам держат твердого основания веры и верности к Христу, и слава Богу, сегодня есть хорошие предпосылки, что Отечество наше, выйдя из безбожного небытия, мало-помалу обретет свой стадь, как державы, виждущиеся на тысячелетней христианской культурой, и, соответственно, обретет путевку в жизнь в середину 21-го столетия. Отец Артемий, а почему мы должны сегодня читать книгу «Апокалипсис»? Вот что мы должны искать в этой книге? Для чего она нам вот сейчас дана? Книга «Откровение» Иоанна Богослова читалась во все времена, двухтысячелетия, шести церкви на земле. Если вы только раскроете эту книгу, или прочитаете последние ее главы, вы увидите там слово «блажен», читающий и исполняющий слова книги «Сей». Немного имеешь силы, но держи то, что имеешь, веру в Бога и любовь к людям, чтобы кто не сорвал с тебя венца твоего. Книга «Откровение» по духу также действована с посланиями апостольскими, с четырьмя Евангелиями. Она свидетельствует о том, что сталкивается свет Божьей любви с тьмою человеческой и демонической гордыни. И хотя эти полюса, они равны, потому что добро сильнее зла, смерть побеждена воскресением, тем не менее весь драматизм мирового исторического процесса и объясняется этой войной мировой тьмы против немеркнущего света Христового воскресения. Каждый из нас, как свидетельствует апокалипсис, не может находиться в стороне, даже если захочет. Либо ты воинству Христовым и зиждешь свою деятельность на исполнении заповедей, соответственно, являешься распространителем христианских идеалов и божественной благодати, либо ты захватываешься силами тьмы, ты вольно и невольно отступаешь от Господа, поворачиваешься тылом к Солнцу правды и являешься разрушителем. В этом смысле книга «Апокалипсис» это не собрание каких-то страшных, загадочных и непонятных пророчеств, но книга, укрепляющая наш христианство и дух, настраивающая нас на победу, потому что наша вера есть победа, победившая мир. Продолжение следует... Продолжение следует...